Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Darkwood. Так, ну что, на пятый день идем. Когда я подхожу ближе, мужчина с облегчением стягивает со спины тяжелый мешок. Сквозь матовое стекло шлема я еле замечаю на его лице улыбку, мужчина приветственно кивает головой. Так, ну что же, давайте торговать, посмотрим что у него есть. Так, у меня репутация 200, то есть 200 очков есть. Только вот что мне у него купить, гриб, гриб конечно это хорошо, мне нужны часы, хотя я не знаю для чего, но я думаю, что за счет них у меня в конце концов будет показываться время. Что я могу ему предложить? Доска, всего 3 единицы стоит, капкан 20 очков. Ой, даже и не знаю, если честно. Что же делать-то тогда? Ладно, хрен с ним. Пойдемте, наверное, мы с вами дальше продолжать исследование нашего, этого загадочного, жуткого места, в которое мы попали непонятно как. Хотелось бы все-таки узнать всю эту загадку, очень мне интересно. Давайте мы сейчас все здесь вот так укомплектуем. Так, гвоздики, спички. Ну что, веревка, веревка я не знаю, наверное тоже нам не нужна пока. Давайте ее здесь оставим. Ну, вроде бы как и все. Так, давайте выходить. Обалденная, честно говоря, музыка в этой игре не напрягает нисколько. Атмосфера ночного кошмара, я думаю, передана на 100% здесь. Да, специфическая графика. Вот эта вот атмосфера, конечно, вообще респект, ребята, постарались. Давайте выключим генератор, нечего зря тратить горючку. И мы еще до сих пор с вами на первой локации находимся, которая называется Сухой Луб. И тут, я так понимаю, еще много-много можно что обследовать. Не нравится, конечно, мне, что у меня такое вот освещение. Честно говоря, вообще никакое. Еле-еле я что-то еду. Плюс еще, как видите, тут начался ливень, дождь, гроза, хмурая погода. И так-то ничего не видно, а сейчас вообще. Так, лагерь оборотня. Надо мне все это где-то найти. О, о, псины стоят, ребята, псины. Две штуки. Хотя я, в принципе, и с ними справлюсь элементарно, но неохота лишний раз тратить свою дубинку. Ага, а тут у нас что такое? Открыта новая локация, лагерь оборотняка. Твою вонь слышно за километр, мясо. Лампа не работает у него. И поживиться, я так понимаю, здесь абсолютно нечем, да? Точно? Ну, хотя бы поговорим давай. Чего мясо? Ммм, сплетничать. На твоем месте мясо я бы не нарвался на неприятности. Ну, или нашел какое-нибудь оружие. Да я бы с радостью был. Где его тут найдешь? Кроме палок и дубинок ничего не валяется. Это капканчик. Мясо. Ну и что? Это я выигрываю. Не хватает. Вот сейчас вот можно. Но это придется мне отмычку продавать. А мне так это вне охоты. Придется. Так, что же. Взяли мы у него одну канистрочку бензина. Ну и что? Наверное, все делать у него здесь больше и нечего. Проход в глухой лес. Кстати, нам туда и надо, да? Нам же вообще по заданию нужно пройти именно в глухой лес. По крайней мере, так сказал нам Оборотень. Так, тихо. Где-то я слышу шарки тут бегают. Блин, интересно. А можно каком-нибудь, я не знаю, более яркое освещение здесь сделать потом. С чем я иду? Я даже без фонарика. Это чисто мое видение, да? Хреново, если честно сказать, видение. Так, погоди-ка. Это что такое? Это у нас тут труп. Труп уже мы обшмонали, по ходу дела. Где же тут пройти нам в этот лес-то, а? Где проход здесь? Все заросло этими деревьями. Не пройти, не проехать. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Так, тупик что ли? Нет, вроде как. Здесь обойти. Ага, шикарно. Стена. Стена какого-то здания. И все. И далее тут тупик. Да что ж такое-то, а? Куда ни плюнь, везде стены до деревья. Ага, тут мы обошли. Идем вдоль стены. Вот оно как. А пройти-то я смогу в дом в этот или нет? Да что ты будешь делать-то, а? Металлическая дверь открыть. Неверный код. Ладно. Давайте-ка, наверное, мы сделаем кое-что. Так, забрали. А, тут есть горючка. Ну что ж, хорошо. Жук какой-то. На. Нет, зачем мне проход чинить? Вот. Ага, смотрите-ка. Панцирь. Панцирь жука мы взяли с вами. Здесь у нас... Блин, жуки всякие ползают. Тут пусто. Тут деревяшка и три гвоздя. Хм. И какая-то параша на полу. Черви или... Что это такое? Непонятно. Какая-то слизь. Блин, наверное... Оу. Она нас травит, ребята. Черт. И я не могу по ней бежать. Я могу только ходить. Так, ладно. Что это за дверь у нас? Опять. Все под кодами. Ни хрена не вижу. Блин, надо хоть факел себе потом как-то сделать. Тут вообще пусто. Голяк. Яйцо. Внутри будто что-то плавает. Мембрана довольно тонкая. Может, я мог бы ее чем-то проколоть или пробить. Ну, естественно, обычно зубинкой пробьем. И что тут у нас? Яйцо. Зародыш. Вот террас. И что мне с ним теперь делать? Тут у нас всякий хлам лежит. Давайте-ка, наверное, подлечимся маленечко. Блин, постоянно забываю, как нужно лечиться. Ну, жесть какая-то просто, а. Не, чтоб нажал на цифру 2. Все, активируйся. Выкинул, по-моему, да? Ага, точно. Ё-моё, теперь куда она... А где? Ага, вот. В инвентарь. Ну, ты будешь лечиться у меня или нет, а? Шантропа. Я же вижу, что ты там уже подготавливаешь бинтик. Почему ты не заматываешь себе раны? Так, ну что. В результате нам, я так понимаю, здесь некуда пройти. Тут, как видите, везде тупик. Неужели нам придется возвращаться обратно? И для чего был у меня этот поход? Чтобы взять вот этот вот зародыш эмбриона? Непонятно для чего. Придется, да, бежать, видимо, обратно. Через этот яд. Ну, перед этим все равно надо подлечиться. Потому что очень мало у меня ХП. Но этот старик не хочет нифига лечиться, а? Так, вот оно как. Блин. Ну что, здесь нам не пройти. И вообще никак. Надо отсюда сваливать. Другого варианта нету. Чертовы ядовитые. Дерьмо лежит на полу, которое меня травит. Когда я на него наступаю. Причем я хожу в ботинках. Так что здесь? Здесь нужен ключ. Пишут мне. И тем не менее, я могу здесь что-то починить. Ну, зачем? Пока не знаю. Как же у тебя быстро наступает одышка, а, браток? Оружие у меня половиночка. Прочности осталось. Один бинт. Ну и больше ничего хорошего. Опять тут у нас поле тихо. Капкан надо забрать. Металлолом нам пригодится. Так, а здесь-то что такое? А? Какая-то телега. Старая, разрушенная. Сгоревшие дома. Новая локация у нас открыта, ребят. Ага. Стоит псина здесь. Надеюсь, она одна. С ней-то я, в принципе, должен справиться. Тихо, блин. Ё-моё, да какой бинт. Да давай ты переключайся. Взял бинт, использовал дурило. Вот так надо было сразу делать. Что ты? Причем здесь у тебя нет никаких способностей? Я уже даже не могу попасть по собаке. Отлично. Разволновался, называется. Все. Готово. Так, забрали мясо у нее. И мне все-таки надо посмотреть, что здесь за сгоревшие дома. Так, дерево и гвозди. Это очень хорошо. Древесина с гвоздями нам всегда пригодится для заколачивания окон. Шкафчик. Пустой почему-то. Так, грибы. Опа! А почему? Блин, они давятся что ли, а? Жаль. Тихо, 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 тихо. Там две псины. Причем я еще и отравлен, а? В каком-то дурмане. Да, жесть. Ну, это, наверное, я не знаю. А почему собаки выжили, да? А люди нет. Ни одного человека. Оборотень какой-то. А, нет, вру, вру. У нас же еще тут торгаш есть, который приходит нам после каждой ночи. Со своими шмотками. Так. Я в любом случае должен здесь все проверить. Да что ты будешь делать-то, а? Иди сюда. На. Опа-на. Два удара псине надо, чтобы она заглохла. Ну-ка, что? А, открывается все нормально. Одежда. Тряпки, тряпки. Это хорошо, нам они нужны. Таблетки. Блин, таблетки. Что же выкинуть? Давайте, наверное, избавимся от мяса и заберем таблетки. Я не знаю, честно говоря, для чего они нужны. Ну, может быть, для продажи даже. Опа, грибы. Вот грибы, это хорошо. Только для них нет мест почему-то у нас. Я не знаю, будем мы, может быть, что-то выкидывать с вами. Грибочки там все равно пригодятся, как ни крути. Так, а чего можно избавиться, а? У нас тут таблетки. Пустые бутылки, в принципе, я думаю, не актуальны. Хотя мне все еще до сих пор кажется, что мы сможем в них... О, записка. Здесь странный гриб. Кстати, еще один гриб нашли мы, да? Ну что же, давайте тогда вот так сделаем. Я знаю, что они там. Я слышу их смех. Они за стеной из деревьев. У меня одного не получается через нее продраться. Деревья вырастают слишком быстро. Так, понятно. Кто-то тоже попал в такую же ситуацию и не может отсюда выбраться. Только где они все? Хотя мы, когда по лесу бегали, очень много видели трупов. Так что, наверное... Оу, тихо, 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 тихо. Псина тут оказывается у нас. Какого лешего она попала в дом? И сюда. На. Давай, давай. Вот так вот. Два ударчика, и она готова. Так, вроде бы как все, да? Мы здесь с вами посмотрели. Ну, и больше здесь, по ходу дела, ничего интересного нет. Вон там псина. Трактор. Ну, иди сюда. Вот так. Блин, жалко, у меня сейчас дубинка скоро из строя выйдет. И тогда я останусь вообще без оружия. Ух ты, еще канистра. Блин, да что ж такое-то, а? И шина. Ну, канистра-то нам нужна. Угу. Ну, что же. Давайте вот. А, нельзя объединить. Максимум 5 тряпок. Может быть в слоте. Так. Какие-то качели. Красная качель. Интересно, почему красная качель? Ну, в крови на я на себя. Из-за этого? Так, ладно. Надо бежать нам до дому. Набрали мы с вами лута. Я не знаю, сколько сейчас времени. Но думаю, что скоро уже будет ночь. И вот капканчик я вижу, еще один здесь лежит. Так, у меня там есть место под металлолом-то? Ага, получилось. Замечательно. За металлолом мы с вами можем делать новые капканы. И уже ставить их по своему, так сказать, назначению, усмотрению. Кто там скулит, а? Так мерзкопакостно, как будто свинья. Что-то я не могу понять, я хоть правильно бегу-то, а? Вроде бы должен как правильно. Ну, почему-то сомневаюсь. Ядовитые грибы. Кролик, иди сюда. А, видимо, его нельзя убить. Ну, во-первых, его фиг, наверное, догонишь. Судя по тому, как он бегает быстро. Так, дом где-то должен быть здесь, рядышком. Древесина. Ага, тут мы уже, походу, все собрали. Так что ничего мы здесь не найдем. Ладно. Лишний раз стоило убедиться в этом. Так, открыта новая локация. Ручеек. Ага, это я вот уже докуда добрался. Я даже пробежал в свой дом. Ну-ка, ну-ка, надо вернуться обязательно. Не знаю, сколько времени, но вроде бы еще светло. Ну-ка. Вот и дом родной. Ну что же, надо нам все это выложить. Барахло, которое у нас с вами есть с собой. Так, грибы сейчас сожрем. Ага. Замечательно. Ух ты, я могу зародыша съесть. Хе-хе, 40 эссенций дает. Опа-на. Довольно неплохо. Так, мне еще осталось 70 эссенций, и я получаю новый скилл какой-нибудь. Так, верстачок. Что у нас тут улучшить? Для улучшения нужны, непонятно что, вижу доски и еще какой-то предмет. Могу сделать капканы. Отлично. Только один. Я один на цепи. Ну и, естественно, бинты. Ну и вроде бы как все, да? Больше ничего не можем делать. Только лишь капкан на цепи. Ну что там? Темно, не темно, не пойму я. Так, пилорама. Давайте наполним ее. Нам надо куда-то сбагрировать горючее. С ним бегать мне не актуально. Так, еще две канистры у нас целые. Почти целые. Давайте заливать. И надо еще оставить на генератор. Хе, петухи орут. Где же они тут бегают-то, а? Меня нового не встречало. Так, все, канистра пустая. Остальную, наверное, мы зальем себе в генератор. Чтобы у нас был свет. Так, где? Отлично. Давай заполнять. Ну что же, раз, два, три. Если одно деление идет как ночь, то у нас получается на неделю, грубо говоря, на пять ночей будет пол... А, нет. Не хватило. Но на четыре так точно. На четыре ночи у нас горючего хватит. А вот теперь, если я не ошибаюсь, уже как будто бы вечер. Наверное, уже довольно поздний причем. Пора, наверное, закругляться. Зачем я буду закрывать, если мне нужно еще включить генератор? Так ведь? Сейчас мы включим и уже начнем закупориваться. Так, врубаем. На эту ночь я уже не знаю, ребята, чего ожидать, если честно. Надеюсь, она пройдет тихо. Все бы ничего, но единственная проблема у меня сломанная дубинка. Ей, наверное, еще один удар и все, и она у меня накроется. Конечно, мы ее надо как-то починить. Так, давайте закрываться. Все тут у нас стоит как надо. Интересно, а можно ли где-то найти лампочек дополнительных и поставить себе в дом? Вопрос, конечно, интересный, да? Представляю, приносил сюда этих ламп целую кучу. Обложился ими и сидишь себе спокойно. Так, ну что, вроде бы шкаф у нас стоит. Тут у нас самогон, коктейль молотого, спички. Вот так вот мы сделаем. Объединим гвозди вот эти тоже сюда. Таблетки выложим. Так, тряпки, панцирь, панцирь для чего? Ну, стопудово для крафта. Что-то можно будет его куда-то потом применить. Так, мне этот капкан, да что ты будешь делать? Вот, да ладно. Вот косяк. Так, сейчас бы самому не напороться в этот капканчик, а? Это будет весело. Ну что, как-то вот так вот мы с вами все это оставляем дело. Ну и готовимся выжидать очередную ночь. Все. Как-то так. Будем здесь стоять и ждать. Ну, еще раз вам скажу, дубинка у меня на один удар. Не понял, это сейчас что такое было? Кто там бегает без меня? Пошел прочь. Вот, меня всегда смущает, когда вот начинает моргать свет. в нашем доме такое ощущение, значит, как будто какая-то аномалия идет. Знать бы, сколько времени осталось до ночи и сколько до утра. мне кажется, вот если я куплю часы у торгаша, который ходит к нам, то у меня будет, по крайней мере, отображаться оно. Ну, стоит 300, извините меня, очков. 300 денег. Тихо. Кто там шуршит? Ну, вроде утихомирилось. Вот. Но 300, извините, мне очков стоят, где у меня столько денег нету. Это мне нужно будет продать абсолютно все, что у меня есть. Тогда я просто бомжом стану. Хотя, по сути, я и есть тут, как сказать, мародер-падальщик, который наживается всяким хламом за счет то, что найдет. Так, ну что, довольно тихо пока. Никаких происшествий нету. Может быть, мы так быстренько с вами и пройдем день. Так, ну что, тут у нас, как видите, дневник. Я ничего не помню, с того момента, как наш лагерь, напали на меня, надет какой-то плащик, где-то по пути я успел приодеться. Так, а тут что у нас? О, братень, я скажу с ума. Если это не галлюцинация, то у мужчины, которого я встретил, действительно была голова волка. Он сказал, что поможет вернуть ключ. Мне нужно только пройти в другую часть леса. Мы договорились встретиться в северо-западной части глухого леса. Прежде чем я пойду навстречу, я бы наступление ночи нужно возвращаться в убежище. Гулять по ночам слишком опасно. В то время лес проявляет повышенную активность. Только защитный газ может обеспечить мне хоть какую-то безопасность. Ну, если этот защитный газ есть, то нам, в принципе, бояться и нечего. В общем, довольно полезный дневничок. день, ночь, день, два, оборотень. Это, по ходу дела, расписывается каждый день, да? Так, оборотень, убежище. Убежище оборотня находится в юго-восточной части сухого луга. Так, это у нас предметы пластиковый цыпленок. Вот до сих пор не могу понять, зачем он у меня. Так, пачка сигарет тоже не врублюсь для чего. Записки, ключи, я. Это способности мои. Тень и дальнозоркость. Да. В общем, ничего пока такого хорошего там не написано. Ночь довольно тихая, никого нету, ничего нету. Все довольно спокойно. Побыстрее бы она прошла. Так, эта музыка начинается или что? опа-на. Так, дайте-ка, наверное, закроем. Нечего здесь, как говорится, делать. Опять, может, какой-нибудь дух пришел? Нет? Эй! Тихо, 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 лампочка, гори. Причем, лампочка горит слабее, чем я смотрю. То есть, у меня что это там? Что-то показалось бы. Я вижу более отчетливее, чем светит лампочка. Как такое может быть, ума не приложил. Ну, сколько еще ждать, а? Давайте мне торгаша побыстрее и переходим на следующую ночь. Так, кто-то ходит уже. Ты посмотри, а? Опа! Где отсюда нет никого дома? Вот урод, а! Блин, лишь бы не заметил, лишь бы не заметил что-то... Черт подери. Гнида увидел! Ух ты! Блин, да какой капкан! Ай-яй-яй-яй, не успей, ребята, выбраться отсюда. Да почему ты в капкан не в... Все, он меня захоркал. Темень-то. Сухой лук. Ага. Значит, мы все-таки перешли на следующий день, да? Да, перешли, но единственная проблема в том, что он все-таки нас захоркал, и мы не получили очков репутации для торгаша, и это очень плохо. Мужчина делает шаг мне навстречу и похлопывает по плечу. Да, это, конечно, хорошо с твоей стороны, торгаш, но, опять же, повторюсь, у меня нету денег. Слишком все очень дорого у тебя здесь стоит. Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам!